всем привет сегодня я хочу вырастить вот такую ель купленную фикс прайс и предсказание внутри сейчас посмотрим предсказание подробная инструкция внутри по-моему я купил ее за 149 рублей я вот сейчас уже не помню стаканчик в стаканчике 3 таблетки торфяных и сами семена никакого предсказания я здесь не нашла а вот нашла посеем добро вместе спасибо вам за доброе дело купив набор вы помогаете тяжелобольным детям часть средств будет перечислена допечных фонда линия жизни и вот инструкция как это все делается достаньте предсказание и порадуйтесь ну не нашла я предсказание кроме вот этого листочка никакого предсказания я здесь не видела нашла 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 вот она судьба и удачи будут на вашей стороне особенно если вы приложите немного усилий в общем все понятно пока ты сам не расторопишься ничего тебе саму не придет и смотрим значит достаньте предсказание посмотрите мы посмотрели замочите семена прохладной водой на 24 48 часов залейте тарфяные таблетки в стаканчики водой как раз под рукой стояла водичка давайте замочим повернуть наверное все я таблеточки развернула правильно такте водичка доливаем водичку и пусть набухает как только грудь набухнет будем сажать а сейчас зальем семена семян смотрите здесь очень много я их все заливать не буду я выберу штуки 4 остальные оставлю все я отложила отложила семена положила их сюда сейчас я их залью и оставлю на 24 48 часов а тем временем торт смотрите как разбух все водичкой залилили сейчас я закрою все все закрою и помещу вот сюда и пусть так стоит пока не набухнут семена итак прошло 48 часов я опять немножко намочила грунт вот наш семена они пролежали в воде 48 часов так я их достаю и вот так по одному сейчас я приближу вот так по одной по одному по одному по одной семечке сажаю так как я уже говорила я смочила 4 семечки все посадили немножко утоплю и грунте и все оставляю нет еще накрываю плафановым мешочком вот таким образом и пусть стоит теперь сегодня 28 декабря и у нас ночью был снег привет и вот мы идем чистить все втроем чистим гараж да сегодня наверное замело у нас вообще последнее время мало снега снег нужен конечно чистить не хочется но снег нужен сейчас раннее утро я уже повторюсь поэтому темно на улице дедушкина помощница сама его открывается как я говорила у нас гараж прям черте поселка скребки готовы к труду обороне о и это лопатка смотрите всем по лопате мне самую большую я вот той люблю чистить вот этой вот 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и все Все очистили Несколько минуточек Минут 10, наверное И все готово Сейчас еще последние штрихи Сергей сделает Николь, ты опять села на снег? Вчера на коньках на горке покатался Сопли побежали Снег небольшой, но он мокрый И такой тяжелый Поэтому я сегодня пришла помогать Сергею Вот детям красота Все Я пошла домой Они остаются А, нет, Николь бежит Многие сейчас скажут Зачем ему помогать? Он же мужчина Просто он, кто знает, тот не спрашивает Он у меня недавно после инфаркта Ему нельзя Не тяжелое поднимать Не так вот напрягаться Ну все, пошли, Николь Пойдем Этот день уже следующий Хотим съездить На лестницу На даче Посмотреть, какая там горка Летом я вам показывала Эту лестницу А зимой мы еще ни разу не были Давайте я тоже посмотрю Я тоже не была, не смотрела С нами, как всегда, Николь И большая-большая картонка Ледянка Итак Вот церковь А вот тут белая Паломнический центр Такой сильный мороз У меня руки Замерзают Здесь перчатки А здесь Я снимаю так Ой, холодно прям Вдруг своим Вот здесь вот такой вот Поставили фольгелечек И вот Лампа здесь И вот там наша дача Спускаемся Посмотрим Что здесь Какая здесь есть Горка Нет горки Мужчина набрал водичку С источника И вот А здесь набирают водичку Мы тоже зайдем Посмотрим Смотрите Даже позаботились На лавочках Положили Кошму Чтобы было Не холодно сидеть Если подниматься Какие молодцы Все Последние стульки И смотрите Какая она огромная А, ну не видно Все Давайте зайдем И вот водичка бежит И зимой И летом бежит Как я говорила Зимой я здесь Еще ни разу не была Давайте посмотрим Купель Скоро Вот тоже пришла Женщина набирать Водичку Скоро у нас 19 января Уже не заметим Как настанет И здесь вот Купель Где люди будут Купаться На крещении Сейчас я потрогаю воду Вода, конечно, холодная Но не так, как на улице И здесь будет комфортно Наверное Купаться На крещенские морозы Вот такая вот здесь Комната Можно переодеться будет Даже есть шторки Можно вот, пожалуйста Переодеться За шторками А это пустые бутылочки Можно покупать Здесь бутылочки И набирать святую воду Там была Женская купель А здесь мужская Точно так же можно Переодеваться И так же купаться Все, уходим А, она хочет здесь съехать Думаю, что она меня ждет Ну, поехали Такое здание Симпатичное построили Все беленьким покрасили Окна интересные Окна интересные Цвет лестницы Все И вот смотрите Дорожка Пресвятой Богородицы Освящена 1 августа 2020 года Это я вам все показывала День перенесения Мощей Серафима Саровского Вот, читайте дальше Сами Я показывала Когда было освещение Этой дорожки Я все это показывала Летом мы здесь были У меня есть на канале Кому надо Можете найти И посмотреть Как это все происходило По-моему, здесь Вот, допустим Если 5 5 таких дорожек В России Да Вот, наши, допустим Входят в эту пятерку Я вот не помню сколько Но совсем мало Все А теперь вон Николька побежал На горку На дачу мы сегодня не пойдем Как-нибудь в следующий раз сходим И вон видно Вот высоко-высоко Вот там, где мы были Вон там А это здание внизу Это очень высоко О, отбила попу Смотрите, какой здесь орел Поставили Вот увеличила как могла Это просто огромный-огромный камень И там орел Из камня Здесь тоже что-то есть Огромный какой И вот здесь показано Как это место молитвы и тишины По традиции дорожки Принято идти Не спеша В одном направлении От ее начала Молча Или в полголоса Чтобы никому не мешать Читать 150 раз молитву Богородица Дева, радуйся Ну и вот дальше Тоже можете все это прочесть И все-таки Решили мы пройти На дачу Как быть на даче И не сходить Здесь даже кто-то Вот ездил на большой машине Сейчас пройдем Все посмотрим Все ли у нас в порядке Да, интересно Кто здесь ездит Кому здесь надо Что-то было Итак Вон наша дача Мы зайдем через соседа Потому что мы закрыли Через него Все, идем Вот это помещение Он построил прям осенью-осенью Я туда, наверное, может не пойду Так, все замотано хорошо Ничего нигде не размоталось Снега, я вам скажу Не очень много В прошлом году было Намного больше снега А в этом году немного Ну, слава богу Вроде все закрыто Все нормально Никушка, как зайчик Делай Делай Все в порядке Ну, не поверите Я пока еще весну не хочу Как-то я еще Не отдохнула От этого Хочется еще побыть Как говорится Без Огорода Давай, давай Сразу делай Делай сразу Ты сделала и делай А то ты легла и лежишь Давай, ангела хочет сделать Давай Быстрее Хоп Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык О, маленький ангел Все Все Посмотрели Теперь Уходим О, Сережа Здесь даже почистил Я не заметила Он здесь все почистил Сосед Я имею ввиду Зайцы, да? Он говорит Следы зайцев Сейчас, сейчас Сейчас Подождите Посмотрю Ага Вот Недаром Мы, значит Завязали Все Молодые Деревья Сейчас Только Что? А, вон там Наверное Он спрятался У соседа Вот У нас Зеленый Огород Вот Видите Раз Раз И там Спрятался Там Норка Тоже Они тоже Завязали Хороший Домик У них Получился Там Соседи Тоже Вот Они, наверное Ездили Видите Все Почищено Вот тут А зимой Нам здесь Бывают Вот Будет У нас Другой Домик Мы тоже Будем Зимой Приезжать Новый Новый Год Отмечать Да? Все Пока Сегодня Я хочу Приготовить Холодец На Новый Год Кажется Что Холодец Это Дешевый Можно сказать Продукт На самом деле Он уходит Прямо Дорого Я взяла Кусок мяса За килограмм Это почти 400 тысяч Амто рублей Потому что Мякоть Голяшка У меня Большая Мне ее Разрубили Разрубили На несколько Частей Вернее Не разрубили А это Очень важно Распилили Там же В магазине Вот На несколько Частей Затем У меня Ножки Я Немножко Пошелестю Ножки У меня И Две Вот такие Рульки Рульки Голяшки Рульки Я не знаю Как они Называются Сейчас Я это все Помою И буду Перемещать В ведро У меня Эмилированное Ведро Вместо Кастрюли Вот такое Большое Ведро Я уже Привыкла В нем Варить Сейчас Все это Буду Проделывать Научилась Сделать Я Холодец У Своей Свекрови Она Отличный Холодец Сделала Только Она Добавляла Еще Говяжьи Копыта Я их Не Добавляю Итак Смотрите Какие Кусочки Это Самые Самые Главные Вот Эти Вот Отсюда Будет Образовываться Будет Ваш Холодец Хорошо Застывать Или Нет Выкладываем И Еще Самая Главная Часть Это Вот Дрожалка Получается От Нее Я Все Хорошенечко Помыла Хорошо Распилили И Не Будет Этих Косточек Сильных И Вот Это Одна Голень Говяжья Все Это Распилили Девчонки У меня Любят В детстве Особенно Вот Этот Можжечок Они Постоянно Приходят Гладать Кости Это У нас Как Традиция Так Теперь Вот Такие Свиные Голяжки Голени Не знаю Как Лучше Назвать Правильнее Как То Надо Уместить Чтобы Ничего Не Торчало Холодец Должен Вариться Очень Очень Медленно Сам Процесс Вот Этот Медленный Жаркий В Кипеть То Ничего Хорошего Не Получится Холодец Будет Мутный А если Он Закипит Пенку Сняли И он Будет Кипеть Прям Буль Буль По Чуть Чуть Он Будет Вариться Почти Целый День Тогда Будет Хороший Холодец Так Я Укладываю Все По Очереди И Вот Мою Укладываю И Вот Заметила Что В Ножках Видите Коричневая Вот Ее Надо Немножко Счистить Сейчас Чищу Вот Это И Они Будут Беленькие Здесь Я Еще Доделаю А Здесь Коричневые Я Так Подробно Объясняю Это Для Молодых Наших Хозяюшек Вдруг Кто-то Не Делал Холодец Поэтому Я Объясняю Кто Делал Можете Пропустить Все Очистила Складываем Ноги И Следующий Этап Идет Мясо Все Укладываем Мясо Мясо Обязательно Тоже Я По крайней мере Кладу Так Вот Вот Столько Получилось У меня Здесь Мясо И Ножик Моя Мама Конечно Тоже Варила Холодец Но Так Вкусно Как Варила Свекровь И К сожалению Уже Нет Живых Ни Мамы Ни Свекрови Я Не Пробовала Сейчас Я Добавлю Сюда Лук Вернее Налью Воды Добавлю Лук Это Уже После того Как Закипит Воду Я Добавляю Только Холодную И Последний Пятый Наверное Все Он Потом Варится Так Пять Не Получится Сейчас Даже Чуть Убавлю Потому Что Надо Положить Еще Лук Где-то Так Пять С Половиной Литров Ушло Водички Все Поставила На сильный Огонь На сильный Как Только Пеночка Соберется Я Уберу Пенку Убавлю На самый Медленный Добавлю Соль И Лук И все Лавру Листочек И больше Ничего Не буду Варить Почему Вы скажете Так много Я варю И себе И девчонкам На три семьи В общем А что Зачем Каждому Варить Я сварю И все Раздам Холодец Закипел И видите Вот Чуть Чуть Бурлит 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 Постепенно Водичка Немножко Уйдет И все Туда Опустится И будет Вариться Уже В бульоне Итак Прошло Где-то Часов Шесть Немн семь Вытащила Мясо Вот это Бульон Я процедила В общем Процедила От косточек Это все Вот так Потихонечку Потихонечку Двумя вилочками На мелкие кусочки На мелкие сегменты И теперь Надо все Соединять Все Все перемешала Теперь Добавляю Чеснок У меня Головка Чеснока Можно Больше Все И чесночок Тоже Добавлен Смотрите Какой Получился Холодец Прозрачный Много Мяса Можно было Даже меньше И вот Даже Часть Осталась Чересчур Много Мяса Всегда Кажется Что Мало Мало Получилось Много Добавлять Никакого Кипяточка Ничего Сюда Нельзя Иначе Будет Уже Плохой Сюда Нельзя Именно Сюда Все В yea В Продолжение следует... Продолжение следует... И вот такой холодец у нас получился. Переборщила я немножко с мясом, но он очень вкусный. Такой насыщенный-насыщенный. Сейчас я его разрежу. Видите, одной рукой мне вообще неудобно лезать. Вот такой разрез. Это больше, наверное, зельц получился, чем холодец. Но это вот последние. Те получше, которые вначале разливали, они получше. А это в конце, поэтому очень много мяса. Очень-очень вкусный получился. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok